всем привет сальса геймер у микрофона спасибо что присоединились ко мне сегодня очень рад вам у себя на канале не забывайте подписываться на канал и прожимать лайк под видео сегодня на повестке дня очень крутая тактическая стратегия с элементами rpg war tales которая совсем недавно покинула ранний доступ чем ее нельзя не поздравить war tales это тактическая rpg с большим открытым миром и вы возьмете на себя роль руководителя отряда наемников перед стартом вы выберете из каких же оборванцев будет состоять отряд крестьяне ремесленники и проще низший люд по отряде у вас будет четыре человека и поняшка которая тащит на себе ваши пожитки класс персонажа зависит от его первоначального вооружения всего их в игре 6 мечник лучник лесничий дикарь воин и копейщик также с собой дадут немного еды и ресурсов для починки снаряжения еще предстоит выбрать положительный эффект отряда например люди хитрые лучше отдыхают в лесу лучше торгуются и отрицательны например не могут падать на колени то есть будут сразу умирать будут прожорливыми медленно идти вариантов много вы даже можете настроить внешность и имена персонажей видимо это сделано для большей эмоциональной привязки каждый ваш боец в партии будет настолько индивидуально прокачан что его потерять сильно осложнит жизнь всем остальным так что тактика как в battle браверс убили бойца вы его похоронили и пошли дальше ближайшие деревни купили нового здесь не пройдет впереди перед вами огромный средневековый мир с кучей активности лесами полями реками и городами куда двинуться новоиспеченной банде решает сам игрок каких-то квестов и прямых заданий вам не дадут их надо будет найти многие при виде игры подумают о battle браверс или mountain blade но игра не похожа ни на то ни на другое вы можете выбрать адаптивное исследование мира это когда все регионы будут открыты для вас а включен авто левелинг врагов другой же тип исследования мир региональный регионы будут разделены по уровню врагов и пока отряд не наберет нужного уровня в регион он войти не сможет мне нравится больше 1 вариант где больше свободы но прием поднять свой уровень и запинать врага здесь не сработает уровень противника поднимется следом за вашим вы можете бродить по окрестностям оттачивая боевые навыки на разборках животными мелкими бандами и граби караваны городах вы можете взять задание в основном это найти выследить убить кроме того в каждом регионе есть один глобальный квест он будет напрямую пересекаться с обстановкой в регионе например вы поможете решить проблему с беженцами или поучаствуйте в войне квест будет состоять из нескольких этапов ходе каждого мы будем принимать решение прибегнуть к силе хитрости или подкупить оппонента среди даже рядовых квестов у нас будет тоже несколько вариантов действий есть квест про инквизицию где мы можем поучаствовать и запалить костер а можем перебить инквизитора с охраной и забрать свои ряды нового бойца мир war tiles интересно исследовать его создатели уже придумали интересный мир в норфленд и в этой игре их фантазия пошла еще дальше в этом мире вы выбираете как действовать и будет ли у вас благородный отряд или же вы соберете отряд воров и убийц будете продавать городах добытые трофеи а потом также самих торговцев обворовывать до нитки вы можете перевозить товар из места где подешевле места где подороже или добывать ресурсы о профессиях расскажу позже межрегиональную торговлю поначалу наладить сложно переходы между регионами разделены заставами и что пройти нужен пропуск закончил глобальный квест региона пропуск кармане спасибо что вы нас посетили всего доброго и приятного пути также можно заплатить чеканные монеты и идти дальше ваше решение это чем вы занимаетесь будут прокачивать ваш путь пути в игре 4 доблесть и отвага богатство и процветания преступности хаос тайны и мудрость прогресс всегда можно увидеть в виде горизонтальной шкалы а также посмотреть какие действия в игре качают определенный путь и какие бонусы он дает это могут быть предметы для крафта вариант прокачки способности персонажа увеличение количества контрактов и даже могут открывать новый тип контрактов например заказное убийство также ваши достижения будут влиять на то какие титулы получит группа титул это такая система наград которая вам присваивается за определенные игровые действия например часто нападайте на разбойников и разносите их клочья получите титул в рамках пути доблести и отваги прокачиваете профессии и освоили их все получите титул в рамках пути тайна и мудрость каждый титул приносит отряду свои бонусы во время путешествия ваш отряд будет нуждаться в пище а также каждому бойцу нужно платить жалование ваши бойцы будут уставать и в зависимости от уровня усталости отряд будет или бодро шагать по дорогам либо плестись как улитка тогда стоит подумать о лагере где вы разобьете лагерь имеет значение отряд может иметь свои предпочтения и допустим лучше устанавливать свои силы в лесу поначалу в лагере у вас будет лишь костерок вокруг которого соберутся бойцы и расседланные пони щипать травку но со временем стоянка будет превращаться целый мини городок все зависит от освоенных вашими бойцами профессий кузнец сможет склепать котелок которым примется пор готовить еду повар будет экономить вам продукты а чем выше уровень тем вкуснее еда и тем выше моральный дух на добычу пищи отправиться рыбак и охотник бард может играть на привале если вы отыщите ему людьми что в игре сделать нелегко шахтер и лесоруб занимается добыть ресурсов если в округе есть что добывать кузнец также занимается подчинкой снаряжения и изготовлением нового на это ему потребуются материалы со временем вы построите шатры чтобы лучше высыпались ваши бойцы но лучше всего они проводят ночь в таверне в городе где можно хорошо выспаться и не только выспаться но спустить деньги на выпивку и дам а вам как командиру будет интересно послушать местные слухи и решить куда пойти кроме болтовни в таверне в городе много активности можно отправиться в ратушу если вы выполняете главный квест заглянуть кузнецу алхимическую лавку кстати если надо что-то перековать починить или выковать ваш кузнец может сделать это в городе бесплатно алхимик сварить свои зелья в алхимической лавке бард может сыграть публике и наполнить свою шапку золотыми торговцу в городе можно продать лишнее а если в компании есть ворс отмычкой он может потом скрыть сундук торговца и из него все забрать себе при таком действии у отряда будет расти подозрительность и за его поведением будут присматривать алхимической лавке можно закупить лекарства для лечения а также вашего бойца за монету можно обучить основам алхимии чем ваш персонаж больше практикуется своей профессии тем лучше ее узнает но создать уникального мастера у вас не получится как только персонаж начинает осваивать новые профессии он тут же забывает все что учил особое место в профессиях занимает труд ученого на привале он разгадывает загадки древних гробниц которых вы можете поживиться особо ценными наградами но за них придется сразиться с местными упырями во время отдыха между вашими бойцами будут формироваться отношения они могут не взлюбить друг друга у меня такого не было или стать не разлива дарь и даже полюбить друг друга поскольку у нас демократическое средневековье полюбить друг друга могут даже мужчины и никто на них косо не посмотрит между посещением городов и привалами ваша группа будет исследовать мир во время путешествия группа будет получать очки исследования которые будут прокачивать умение всего отряда отряд может быстрее двигаться меньше уставать открывать новые рецепты для алхимиков без которых они ничего не смогут сварить каждый персонаж будет прокачиваться также индивидуально помимо того что можно прокачать вполне стандартные для rpg параметры персонажа силу ловкость стойкость и другие каждые три левела можно выбрать из нескольких уникальных способностей бойца завязанных на его классе максимально можно набрать 12 левел так что четыре уникальных способности формирует уникального мечника или копейщика кого хотите многие в обзорах говорят что можно слепить очень много не похожих по прокачке копейщиков лучников и других игра позволяет вам это сделать но часть умений полное барахло поэтому скорее всего вы выберете для себя наиболее подходящий стиль прокачки для каждого класса и остановитесь на ней плюс статов добавляет профессия из-за этого вам нужно учитывать класс бойца при выборе профессии шахтер получает бонус к силе а для лучника например который должен быть и ловким и метким сила не имеет большого значения так что делать его шахтером смысла нет если вы уже запутались прокачках игры то не переживайте во время игры вы легко все освоите бои проходят по шаговом режиме инициатива есть только у врагов выше сам будете выбирать кому из бойцов какую очередь ходить но ход надо довести до конца а не взять одного бойца пройти немного потом второго немного пройти и завершить ход один ход двигается один боец все уловки связать боем и зайти в спину чтобы нанести повышенный урон влететь сильным бойцом в гущу противника и нанести большой урон по площади и другие вещи типичные для тактических rpg здесь работают также накладываются отрицательные эффекты можно покалечить отравить пустить кровь и другое враги также могут накладывать их и на ваш отряд ходе боя ваш боец потеряв все очки здоровья не умрет сразу товарищи могут его защитить и потом он выживет но если ему упавшему на колено нанесут еще удар он погибнет при условии что вы выбрали во время старта игры отрицательный эффект бойцы не встают на колено то войны будут умирать сразу враги не будут спокойно смотреть на вас они будут предугадывать ваши действия также будут активно заходить вашему отряду в тыл бить со спины и пользоваться своими способностями врагами будут дикие животные и люди древних гробницах на вас набросятся упырей особо сильные на карте враги чемпионы пусть вас не обманывает что он один он уложит ваш отряд очень быстро за победу над ним дают особо хорошее снаряжение у вас очень большой шанс оставить на поле боя одного или двух бойцов прокачивать потом новичков до их уровня будет тяжко так что выбирайте сами стоит ли того улучшенная снаряга или нет что касается графики у игры все с этим хорошо игра радует красивыми пейзажами полей лесов рек многие пишут правда что по сравнению с ранним доступом произошел значительный даунгрейд графики точно сказать не могу что реально подбешивает одни и те же лица торговцев постоянно и повторяющиеся иконки через пару часов уже видеть не можешь по сути одно и то же в городах музыка поначалу кажется эпичной красивой средневековой величественной но через час или два надоедает многих также может отпугнуть отсутствие конечной цели в игре ворталис важен процесс вы сами ставите себе цели прокачивать и отряд и решаете что и как дальше делать у игрока большая свобода выбора а из-за разнообразия квестов и возможности выбора вы можете помогать местным лордом наводить порядок или сами грабить караван а потом отбиваться от тех же отрядов как ваш потому что за вашу голову назначена награда но к сожалению ваши действия никак не будут влиять на мир пройдете ли вы глобальный квест решив проблемы с беженцами изведете всех бандитов будете возить дорогие товары в другой город от этого ничего не изменится в мире торговец не разориться от того что до него не доехал караван с товаром город не будет богатеть от того что вы приведете товаров а на месте бандита всегда появятся новые какой-то сюжетной связи между квестами вы тоже не найдете все они даются в случайном порядке так что не удивляйтесь что война закончилась очередной заказчик снова они заговорит самое время поставить ролику лайк и подписаться на канал чтобы не пропускать новые ролики игра уже вышла в релиз пока что только на пк в steam но у разработчиков есть планы и на другие платформы пока пока и не бомби по пустякам